Приветствую вас, дорогие друзья! Не знаю, как вам, но мне кажется, быстро проходит время нашего общения, особенно когда мы слышим пение, слово. Сегодня мы очень много важного слышали о том, что такое жизнь наша, пар, являющийся на малое время. В другом месте Библии мы находим слова, что человек краткодневен и присыщен печалями. Присыщен печалями. Друзья, и вот в это короткое время мы должны что-то найти, мы должны что-то осознать, мы должны что-то понять, мы это чувствуем и ищем интуитивно в разных местах, слушаем разных людей. И только в Доме Божьем мы приходим в себя, мы начинаем осознавать, что есть вечное. Брат Евгений говорил о вечном, да? Есть жизнь вечная, есть Бог, и Он хочет подарить эту жизнь вечную. Но многие люди не задумываются, не потому что не хотят, а потому что не знают, с какой стороны к этому подойти, как это уложить в свое сознание, в свое сердце. Давайте вспомним, ну на основании хотя бы послания апостола Петра, второго послания. Какие качества отличают христианина? Вот когда действует Дух Святой, как говорил Евгений, когда мы получаем откровение от Бога, какие качества присущи христианину? Доброта, добродетель, да? Покажите в вере вашей, прилагаю все старания, усилия, покажите в вере вашей добродетель, то есть доброту, добрые дела. Должен быть христианин добродетельным. Да, ну вот, так говорит. Дальше, каким еще должен быть христианин? Милосердным, рассудительным, да? Вот, рассуждать. Еще какие качества? Воздержанным, да? Покажите в рассудительности воздержание. Да, воздержание, что? Ну, сдержался на пять минут. Терпение. Терпеливым должен быть христианин, да? А в терпении что? Благочестие, спасибо, то есть честность, порядочность. Благочестие что? Братолюбие, то есть нужно любить братьев, любить ближних. И в братолюбии, любовь. Христианин – это тот, кто любит, во-первых, Бога, во-вторых, ближнего. Любит трудиться, любит служить, любит жертвовать. Почему? Потому что христианин. Потому что последовал за Христом. А вот какое качество не прозвучало? Хотя, вот все эти перечисленные – добродетели, воздержание, рассудительность, терпение, благочестие – они все входят в это качество. Но оно не прозвучало. Вот любовь прозвучала, да. Что-что? Смирение. Смирение. Друзья, смирение. Библия очень много говорит о смирении. И много мы находим и в послании апостола Павла. И к римлянам, и к коринфянам, фессалоникийцам, филиппийцам, евреям. Есть такое сочетание «Бог мира» или сказано «Бог же мира да усовершит вас, прибудет с вами» и так далее. Очень часто повторяется это словосочетание «Бог мира». Бог какого мира? Внешнего? Здесь князь мира сего. Да, в этом мире мы видим, что происходит. Мир лежит возле. О каком же мире речь? А речь идет о духовном мире. О Божьем мире. О святом мире. Мире особом. Который должен наполнять душу христианина. Душу смиренного человека. Потому что у Иакова сказано «Бог гордым противится», а смиренным дает благодать. Благодать чего? Благодать Духа Святого. Благодать нового сознания. Нового мышления. Открывает перспективы новой жизни. Кому? Смиренным. Вот смиренным. Мы должны последовать смиренным. Мы должны учиться у смиренных. Что же это за качество, друзья? Близок Господь, 33-й Псалом. Близок Господь сокрушенным сердцем. Продолжите. Спасибо. И смиренного духом спасает. Смиренного духом. То есть, смирение – это духовное качество. Некоторые сразу начинают говорить, ну, это значит смиряться, это значит подчиняться, слушаться. Друзья, не совсем так. Речь идет о Боге. Смириться пред Богом. Ради Бога. Джессика спела, спешите делать что-нибудь хорошее. Во имя Господа. Во имя Господа. Мы все делаем что-то хорошее. Да? Но что мы делаем во имя Господа? Вот это важно. Понятие смирения предполагает несогласие с несправедливостью, с жестокостью. Вспоминаете в 20-х главах деяния святых апостолов? Возмущалась толпа, требовала смерти апостола Павла. И власти не знали, что с этим делать. И тысяченачальник, довольно высокая должность, он решил ввести Павла в крепость и бить его. Бичевать римскими бичами, это страшно. Почему? Чтобы узнать, что он сделал и почему народ возмущается. И когда его уже растянули ремнями, уже были готовы бичевать, Павел говорит сотнику, который командовал всем этим, говорит, а вам дозволено бить римского гражданина и без суда? Стоп! Сотник побежал к тысяченачальнику, говорит, он римский гражданин, нельзя бить. И в общем, что сделал? Почему не смирился апостол Павел? Потому что это было несправедливо. Это было нарушение, это было неправильно. Он был римским гражданином, как и тысяченачальник, который купил это гражданство за большие деньги. Что это, друзья? А сам Христос, когда был приведен уже связанным к первосвященнику, а первосвященник, увидев его, начал спрашивать об учениках, о учении. Христос говорит, я везде открыто говорил. Вот спроси у тех, кто слушал, вот они. И тогда служитель, стоящий рядом со Христом, ударил его по щеке и сказал, так ты отвечаешь первосвященнику. Христос сказал, если я что худо сказал, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Христос не смолчал. Это не говорит о том, что проявляется несмирение. Это говорит о том, что у смиренного человека тоже правильная реакция на несправедливость, на зло. Но вот внутри должен быть мир, друзья, мир с Богом. Вот это самое великое, что мы можем иметь. Смирение равносильно примирению, да? Нам трудно. Так Павел пишет, если возможно, с вашей стороны будьте со всеми в мире. Если возможно. Не всегда возможно, безусловно. Но быть в мире с Богом, это необходимо. Вот почему сказано у Иова, что страх Господень, истинная премудрость и удаление от зла – разум. Теряют люди разум или не теряют? Теряют, к сожалению, очень часто. И мы находим очень яркий пример в книге пророка Даниила. Кто потерял разум? Навуходоносор. Царь Навуходоносор. Ну, царь Вавилонский, да? Удивительно. И вот что интересно. Что когда он потерял разум, он накануне возгордился. Вот я. Я Навуходоносор. Я. Глядя на все построенное, на все сделанное, на все величие Вавилона. И тут же он услышал – царство отошло от тебя. Он сошел с ума. Ну, сейчас мы бы сказали, что у него такой был кризис, лишился рассудка. И вот интересно его, обратите внимание, как в книге пророка Даниила в 4 главе описано, что с ним стало. В тот час исполнилось это слово над Навуходоносором. «И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, орошалось тело его росою небесное. Так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». То есть, вот уже характеристика, да? Ну, умалишенный человек. И послушайте, что дальше сказано. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведные, который силен смирить ходящих гордо». Попробовал Навуходоносор походить гордо, Бог его смирил. Таким образом, в народе что говорят? Если захочет Бог наказать, отнимет разум, и человек будет делать непотребство. Вот пример Навуходоносора. Ну, это было давно, тысячи лет назад. А что в наше время, в наши дни? Один всем известный поэт, певец Владимир Семенович Высоцкий тоже пережил приблизительно то, что пережил вавилонский царь Навуходоносор. В начале 70-х он попал в психиатрическую клинику. И вот впечатление о пребывании там, естественно, он запечатлел в одной из песен. Наверное, большинство не слышало эту песню. Песня и смешная, и грустная, и страшная. Там есть такие строчки. Куда там Достоевскому с записками известными? Увидел бы покойничек, как бьют, обдверил бы, и рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую. Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы. И там есть строчка в этой песне. И вот что удивительно, все ходят без смирительных. Знаете, что такое смирительная рубашка? Не знаете, и слава Богу, и не надо знать. Это что-то типа длинные сорочки, похожие на халат с очень длинными рукавами. Эти рукава завязывают сзади, и человек смиряется. Он не может двигать руками. И вот это средство запрещено, в принципе, в современной психиатрии. И уже сто лет назад начали задумываться, что от него нужно уходить. Сейчас фиксируют другими способами, чтобы сделать какую-то инъекцию, манипуляцию у буйных больных. А отменили смирительные рубашки. Знаете почему? Потому что были несколько случаев удушения. И погибали больные. Решили от этого отказаться. Смирительные рубашки, смирительные меры люди применяют тем, кто не может быть смиренным. Ну, потерял разум или что-то случилось с человеком. Люди вынуждены как-то смирять. И посмотрите, какой простой логический вывод. Если человек не может смириться сам, ему говорят, успокойся, а он не может. То что? К нему применяют внешние силы, внешнее воздействие. Друзья, то же самое и в нашей жизни. Если мы не смиряемся пред Богом, Бог предпринимает попытки нас смирить. Вот как с Навуходоносором, как с Владимиром Семеновичем Высоцким. И хорошо, когда человек делает выводы. Хорошо, когда человек учится смиряться пред Богом. Но пред людьми нужно смиряться не абсолютно. А относительно, как мы уже увидели на примере нашего Господа Иисуса Христа, апостола Павла. Абсолютно нужно смиряться перед Богом. Во-первых, поэтому брат Евгений сегодня говорил, спешите примириться с Богом. Это очень важно. Спешите покаяться. Это сохранит разум. Это сохранит возможности. И это послужит основанием для получения благодати. Благодати Духа Святого. Других мыслей, других чувств. У нас должны быть те же чувства, как во Христе Иисусе. А что сказал наш Господь? Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные. То есть, кто осознает, что на самом деле происходит? Придите ко Мне. И научитесь от Меня. Чему? Почему научитесь? Ибо Я кроток и смирен сердцем. Не смирен, а смирен. Смирение – это когда человек смиряет себя. А смирен – это тот, которого смирили. На которого надели смирительную рубашку. Поэтому смирение должно быть естественным нашим христианским качеством. Во-первых, мы смиряемся пред Богом. Мы поклоняемся Ему. Мы исполняем волю Его, Слово Его. Это очень важно. И главным учителем, главным образцом смирения является наш Господь. Он смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. Он исполнил волю Божию, волю Отца Небесного. Вот это для нас пример. Это для нас ориентир. Он говорит, я кроток и смирен сердцем. Друзья, вот где смирение. Смирение – это не просто складывание рук, опускание глаз, как рисуют на изображениях святых. Смирение – это сердечное состояние, состояние сердца. Это духовное состояние. Мы уже вспоминали, псалмопевец говорит, сокрушенное сердцем, смиренных духом Бог спасает. Это дух смиренный. А есть дух, счетил, рвя до бою по Ивану Франко, да? Значит, разный дух. Как получить этот дух? Как стать другим человеком? Как из разбойника стать святым? Есть такие примеры, друзья. Человек понимает, наступает переворот внутренний. Если жил в сердце грех, если жило возмущение, негодование, протест, обращение к Богу меняет наше сознание, меняет наше сердце. И Христос говорит, Дух Святой наставит вас на всякую истину, напомнит вам все, что Я говорил вам. Поэтому первый признак смиренного христианина, он цитирует Иисуса Христа. Он знает, что Христос говорил. Он, рожденный свыше, рожденный от Духа, любит Бога, любит Его Слово, любит Церковь, старается быть полезным для Божьего дела. Друзья, это касается каждого из нас. И пусть Господь благословит нас, пусть поможет нам смиряться перед Ним. Это научит нас, как правильно относиться к людям, как правильно реагировать в той или иной ситуации. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы склонились при Тобе в этот час с благодарностью за милости Твоей, за то, что Ты продлеваешь дни жизни нашей, помогаешь нам сделать самый важный выбор. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое мы имеем как светильник, сияющий в темном месте, которое напоминает нам о Твоей любви, о Твоем долготерпении. Благослови нас приближаться к Тебе, благослови нас исполнять волю Твою, смиряться перед Тобой, чтобы во всем прославился Ты, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.